НИКВЕСТИ Так же сейчас обстоят дела у николаевских бассейнов и у николаевских спортсменов водных видов спорта. Бассейн «Трудовые резервы» находится на балансе Министерства образования. Расположен в микрорайоне Соляные, проработал всю зиму и был единственным бассейном, который принимал посетителей. И в связи с отключением централизованного отопления закрыт с 3 апреля до следующего сезона. Конечно, очень тяжело мы прожили. Нам пришлось протянуть, вытянуть весь этот плавательный сезон, потому что ни один бассейн в городе Николаеве не работал. У нас в 2016 году были очень сложные проблемы, потому что наша чаша бассейна потекла. Это помещение, которое находится непосредственно под бассейном, вот над нами прям это бассейн. И, как вы видите, вопросов очень много. У нас, помимо того, что у нас течет чаша бассейна, у нас очень старое оборудование. Оно очень дорогостоящее, поэтому нам очень тяжело это потянуть. Те деньги, которые мы заработали на плавательном сезоне, они практически уходят на коммунальные услуги. У нас проблема с крышей, у нас проблема с витражами. Все очень старое. Из-за того, что стены по крыше течет, по стенам течет вода, это все, естественно, отваливается, появляется грибок. Это тоже не очень правильно, потому что к нам ходят дети, и это все, вы понимаете, влияет на здоровье. Несмотря на массу проблем, руководство бассейна настроено оптимистически, надеются на помощь областных властей и уже готовятся к следующему плавательному сезону. Все люди в нашего города Николаево приходили к нам плавать. Спортсмены, участники боевых действий, инвалиды, семьи, ребят, которые погибли в АТО, паралимпийцы у нас тут тоже были, ребята бы занимались. Мы находимся на балансе Министерства освиты. Наш губернатор, мы хотим к нему обратиться за помощью. Почему? Потому что мы сами это потянуть не можем. Все, что мы зарабатываем, мы оплачиваем дорогую коммуналку. И мы стараемся, чтобы люди приходили, оздоравливались. И наши дети не ходили по улицам, занимались спортом, потому что здоровый образ жизни, вы понимаете, это самое главное для людей. Оздоровительный бассейн в Фоке, микрорайоне Намыв, находится на балансе областных властей. Принимают у себя сотни посетителей не только с микрорайона, но и с других частей города. На данный момент закрыт в связи с плановыми ремонтными работами в самом физкультурном комплексе. К сентябрю планируют открытие. Особенность этого бассейна, где мы сейчас находимся, это физкультурно-озритный комплекс. В этом бассейне вода предусмотрена 29-31 градус. В прошлом году из областного бюджета было выделено более полутора миллиона гривен на плановый ремонт бассейна. Часть работы уже сделана, а с 17 апреля ремонтные работы восстановятся. Мы сделали почти что 100% стеновые панели, заменили оконные проемы на металлопластик. А теперь нам нужно заменить кровлю. Руководство планирует использовать ночной подогрев воды в бассейне, что уменьшит затраты на электроэнергию и позволит работать бассейну круглый год. Мы будем греть ночное время, снимая нагрузку с подстанции. И, соответственно, и стоимость этой электроэнергии ниже. И это даст возможность бассейн цену, эксплуатационную цену уменьшить. И после этого круглый год может работать бассейн? Да, мы планируем, чтобы после этого работать круглый год. У нас есть и тренажеры, и массажеры есть, и сауна есть. И это в комплексе оздоровления будем продолжать население. Бассейн спорткомплекса «Заря» находится на балансе предприятия «Заря Машпроект». К сожалению, нам не удалось связаться с директором и администрацией спорткомплекса. Ни личные телефоны, ни номера, указанные на сайте, не отвечали. По нашей информации, сейчас бассейн закрыт на ремонт и будет открыт для посетителей осенью. Но есть и позитивные моменты. 15 апреля вновь открывает для Николаевса свои двери спортивный комплекс плавательных бассейнов «Водолей». Мы эксклюзивно покажем вам последний этап подготовки к этому событию и поговорим с руководством о том, чем же живет «Водолей» сегодня. Бассейн «Водолей» – коммерческое предприятие. Спортивный блок для прыжков в воду работает круглый год. Его арендует и проводит свои тренировки коммунальная детская спортивная школа «Украина». Там готовились к соревнованиям и паралимпийская сборная. Основной блок, который привыкли видеть горожане в связи с большими затратами на электроэнергию, в отопительный период закрывают. 15 числа мы открываемся. 15, 16, 17 апреля мы дарим горожанам 50-процентную скидку. И можно купить в это время любой билет и любой абонемент на весь сезон 2017 года. Мы практически 6 месяцев занимались ремонтом бассейна. Многие вещи, которые мы сделали, горожане не увидят. Потому что очень много было сделано капитального ремонта технологичного оборудования, которое отвечает за качество воды. Ну вот сейчас мы можем увидеть последний этап. Это фактически уже мы просто моем ванну. Снова же перебирались и гидрошвы. Также идет покраска несущих конструкций в детской ванне, несущих конструкций железных в бассейне аттракционов на горке. Ну это то, что будет видно. Для круглогодичной работы на 11 месяцев, как я говорил, один месяц это у нас технологическая остановка, в балансе не хватает порядка 6 миллионов рублей. За счет финансирования из областного и городского бюджета, а также заработанных средств бассейна спорткомплексу, удалось закупить подводные колонки для синхронного плавания, трамплин для прыжков в воду, воздушную подушку и уже в мае планируется провести чемпионат области по плаванию. На сегодняшний день в прыжковом секторе бассейна водолей занимается спортивная школа КАДА и США Украина. Культивирует три вида спорта. Это прыжки в воду, синхронное плавание и с 2017 года у нас появилось новое отделение, отделение плавания. На сегодняшний день нам очень сильно помогают городские власти, платят за нас аренду, коммунальные все платежи проплачут. И это дает возможность в нашей школе планомерно проводить тренировочный процесс для того, чтобы наши дети могли показывать достойные результаты на украинских и международных соревнованиях. Что ж, друзья, вот такая вот ситуация с бассейнами в городе Николаев. Но, как мы видим на примере водолея, надежда все-таки есть. Эта надежда достаточно большая. Мы верим в то, что спортивные секции и бассейны в нашем городе будут функционировать, а значит наши олимпийцы, наши спортсмены водных видов спорта будут всегда на высоте. Вот такая вот ситуация с бассейнами в городе Николаев. Надеемся, что в ближайшее время все наладится, и к этому есть определенные предпосылки. Но мы переходим к футболу. Муниципальный футбольный клуб Николаев на этой неделе сыграл свой очередной матч в чемпионате первой лиги. Это был домашний матч против мариупольского Ильичевца. В матче с лидером чемпионата, мариупольским Ильичевцем, Корабелом, несмотря на статус соперника, необходимо было брать очки. И решать эту задачу тренерский штаб Руслана Забранского с первых минут доверил следующим исполнителям. Место в воротах после перерыва, связанного с травмой, вновь занял Роман Чумак. Вновь без изменений и в центре обороны. Павлов и Назаренко. Сартина привычно на левом фланге, а вот на правом вышел Кошелюк. Полузащита. Бессалов опорный, Кулешенко, Ковалев, Александров, Куценко атакующие, Берко впервые во второй части сезона на позиции форварда. Практически весь первый тайм Николаев ни в чем не уступал Ильичевцу. Несмотря на большое турнирное преимущество при Азовцев, по этим минутам не было видно, кто лидер чемпионата, а кто находится в нижней части турнирки. Было много борьбы в центре поля, и первый по-настоящему опасный момент случился лишь на 25-й минуте встречи. И его создали хозяева. Рудыка сфалил на Александрове, и точка, с которой Берко умеет забивать. Севидов занервничал, ведь кому как не ему помнить, как умеет бить штрафные Берко. Виктор пробил очень здорово, но мяч прошел чуть выше крестовины. При Азовце ответили на 32-й минуте. Цюпа отличным пасом нашел Мишнева, тот обработал, обыграл Бессалова и пробил. Чумак отбил перед собой, а Рудыке не удалось добить. Назаренко далее просто и надежно. А вот ближе к концу тайма на 41-й минуте произошел ключевой момент. Казалось, Куценко отвел угрозу от наших ворот, перехватив мяч, но Ковалев отдал не совсем удобную передачу на Александрова, и тому пришлось фалить на Насонове. Хотя фол достаточно неоднозначный, 23-й номер гостей, что называется, дорисовывал эпизод, на что и указывали корабелы главному арбитру матча. Тем не менее, штрафной. У мяча Русланки силь, удар и без шансов для Чумака. 0-1. Оставшееся время первой половины Николаев провел в атаках. Опасно подавал с углового Куценко, но Худжанов справился с этой подачей, а судья тут же возвестил об окончании первого тайма. Болельщики на центральном городском стадионе надеялись на то, что после перерыва Николаеву удастся изменить результат. И команда старалась, но несмотря на контроль мяча, моментов у МФК было мало. Ко всему этому еще и неоднозначное решение арбитра. Вот, например, Берко выбрал мяч у Мишнева, Мишнев, падая в своей штрафной, зацепил и Виктора. Арбитр ничего предосудительного в этом эпизоде не увидел. Ильичович же уповал на контратаки, и справедливости ради отметим, что команда Севидова в них смотрелась очень хорошо. В одной из них Бессалов сбил на подступах к штрафной Мишнева. Еще один опасный стандарт – болельщики Корабелов занервничали. И не зря. К мячу подошел Кожанов и перехитрил Чумака. Классный удар от 29-го номера Мариупольцев. Честно говоря, Чумак в этом эпизоде сыграл не лучшим образом. Тем не менее, 56-я минута – 0-2. Николаев пошел вперед. Неплохо пробивал Бессалов. Худжамов на месте. Но тут же в контратаке Ильичовец смог забить третий. Насонов подал с правого фланга. Рудыко пробивал метров 7. Кошелюк успел заблокировать этот удар. 61-я минута. Куценко на вес со штрафного. Кулешенко на Ковалева. Андрей в борьбе с Тищенко пробил выше. Вопрос, играл ли Тищенко в рамках правил. Момент у гостей. Неплохо комбинирует на нашем правом фланге Цюпа и Тищенко. И последний находит в штрафной Рудыку. Рудыко не попадает в створ. С очень неплохой позиции. Времени и сил у нашей команды все меньше и меньше. Но Корабелы все же стараются забить. 70-я минута. Куценко вышел на ударную позицию и классно пробивал под перекладину. Худжамов выручил. Именно Куценко и очень активный и весь матч нацеленный на борьбу Берко создали тот самый гол, который команда не могла забить уже 3 игры к ряду. Куценко в штрафную на Берко. Виктор в касание. Возвращает мяч Валерию. Оттого сбивает Кольцов. Похожий эпизод с фоллом на Новотрясове, который привел к первому голу Ильичовца. Судья последователен и также фиксирует нарушение. Пенальти. Берко пробивает и забивает, делая счет 1-2 на 88-й минуте. Этот гол придал импульса нашей команде. Пробовали футболисты МФК спасти матч, но времени оставалось очень мало. И мариупольцы победу не отдали. 1-2. Итоговый результат этого противостояния. После этого поражения муниципальный футбольный клуб Николаев опустился на 15-ю строчку в турнирной таблице. И зона вылета уже совсем близко. В следующем поединке, который наша команда сыграет на выезде с сумами, нам просто необходимо побеждать. Мы будем болеть за нашу команду. Вперед, Николаев! Вперед, Николаев! Вперед, Николаев! Вперед! 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 Вперед!